Метрополит Иларион Алфеев. Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга 4. Притчи Иисуса. Сокровище на поле и жемчужина. Притча и закваски завершается в Евангелии от Матфея, серия притч, которые Иисус произнес, сидя в лодке. Далее, согласно этому Евангелию, он отпускает народ и входит в дом. Там к нему приступают ученики с вопросом о значении притчи о плевелах на поле. Он разъясняет им смысл, после чего тут же добавляет еще три притчи. О сокровище на поле, о жемчужине и о неводе. По какой причине эти притчи были адресованы ученикам, а не народу? И если существенная разница между притчами, обращенными к народу и теми, что были произнесены в узком кругу учеников? Ученые, следующие различным редакционным гипотезам, предполагают, что притчи изначально существовали в виде разразненных коллекций, где они вообще не были снабжены указаниями, касающимися обстоятельств их произнесения и аудитории, которые они были адресованы. Примером такой коллекции может служить апокрифическое Евангелие Фомы. Некоторые притчи, изначально адресованные всему народу при включении в Евангелие, были представлены так, будто они произносились только в присутствии учеников. Это происходило, по мнению ученых, в том случае, если притча теряла свое изначальное место в жизни и использовалась церковью в качестве назидательного материала для общины. Такие предположения, однако, носят в высшей степени спекулятивный характер. Они не основаны на каких-либо указаниях, содержащихся в самом тексте Евангелия и вряд ли способны дать надежный ответ на поставленные вопросы. Как следует из евангельских рассказов, Иисус иногда произносил притчи в присутствии только учеников, иногда в присутствии всего народа, включая фарисеев. Так, например, в Евангелии от Луки мы находим серию притч, из которых часть обращена к народу, другая часть к фарисеям, к ученикам Евангелия от Луки. Однако, в отношении притч, адресованных ученикам, евангелист отмечает, слышали все это и фарисеи Евангелия от Луки. Вариативность в обозначении аудитории продолжается и далее. Он сказал им, то есть фарисеям, сказал также ученикам, быв же спрошен фарисеями, отвечал им, сказал также им притчу, сказал также к некоторым. Все это указано в Евангелии от Луки. Иногда выбор конкретной аудитории вполне объясним. Например, вполне естественно, что притча о Метаре и фарисее Евангелии от Луки была адресована фарисеям. Однако, в других случаях мотивация, стоящая за выбором адресата, менее очевидна. Это относится, в частности, к притчам о сокровище на поле, о жемчужине и о неводе. Как может показаться по своему содержанию и общей направленности, эти три притчи, адресованные только ученикам, не отличаются радикальным образом от тех притч, которые были произнесены из лодки и обращены к народу. И тем не менее, если оставить в стороне редакционные гипотезы и исходить из того, что притчи были произнесены именно там, где указывают евангелисты, вряд ли выбор аудитории был случайен. Очевидно, переход от публичной проповеди к беседе с узким кругом учеников должен быть отражен и в некоем сдвиге, касающемся содержательной стороны. Посмотрим на это внимательнее. Шесть притч, следующих одна за другой в 13 главе Евангелия от Матфея, начиная с притчи о плевелах на поле, имеют одинаковый зачин, указывающий на то, что в этих притчах раскрывается понятие «Царства небесного». При этом первые четыре притчи в той или иной мере относятся к публичной деятельности Иисуса. Притча о сеятеле говорит о ее миссии и ее плодах. Притча о плевелах на поле, о том, как дьявол пытается осуществлять свою параллельную миссию среди тех же людей, среди которых Иисус сеет семена своего учения. Притча о горчичном зерне, о том, как посеянные Иисусом семена дают обильные всходы. Притча о закваске, о том, как Царство небесное, принесенное Иисусом на землю, качественно меняет мир, наполняет его жизнь новым содержанием и смыслом. Последующие две притчи о сокровище и жемчужине говорят о ценности самого Царства небесного и о том, на какие жертвы человек может пойти, чтобы его приобрести. Большинству из тех, кто слушал поучение Иисуса из лодки, этот образ ничего бы не сказал, поскольку никто из них пока еще ничем не пожертвовал ради Царства небесного и ради Иисуса. Ученики, напротив, уже оставили все и последовали за ним. Евангелие от Луки. Они не могли задаваться вопросом, который в конце концов будет озвучен Петром. От лица всей группы. «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. «Группа людей, которых Иисус оторвал от обычных занятий, отделил от родственников, приучал к непривычному для них образу жизни и который при этом ничего не обещал, кроме страданий, гонений, ненависти и непонимания со стороны людей» Евангелие от Матфея. Эта группа нуждалась в моральной поддержке. Такую поддержку Иисус предложил им в частности в притчах о сокровище и жемчужине. Эти две притчи настолько близки по структуре и содержанию, что их удобнее рассматривать вместе, чем по отдельности. Обе они приводятся только в Евангелии от Матфея. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то». «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Евангелие от Матфея. Сходство наблюдается, во-первых, во внешней структуре обеих притч и в используемом в них образном ряде. «Сокровище и жемчужина» – два близких по значению, а родственных по смыслу образа. В обоих случаях речь идет о находке, которую делает человек. В обоих случаях для того, чтобы приобрести найденное, он должен продать все, что имеет. А разница заключается в том, что сокровище скрыто на поле, и чтобы им завладеть, нужно купить поле, тогда как жемчужина покупается в единственном экземпляре, без какой бы то ни было нагрузки. Еще одно отличие состоит в том, что в первом случае упоминается о радости, которой сопровождается обретение, и о том, что человек утаил находку. Во втором не говорится ни о том, ни о другом. Наконец, третье отличие в том, что Царство Небесное в одном случае уподобляется покупке, а в другом – покупателю. Однако это не более чем особенность речи Иисуса. Совсем не всегда в его притчах конкретный предмет точно, увязывается с его подобием. Часто уподобление относится к ситуации в целом, а не к отдельному ее элементу. Обычай закапывать сокровище в землю был широко распространен в древности. В эпоху, когда у людей не было возможности положить драгоценности в сейф или открыть для их хранения ячейку в банке, сохранить клад в безопасности, было не менее сложной задачей, чем его найти. Наиболее надежным способом спрятать сокровище от потенциального похитителя было зарыть его в землю. Раб, получивший от господина один талант, не нашел ничего лучшего, как скрыть его в земле, полагая, что таким образом он сбережет серебро господина своего. Когда господин приезжает после долгой отлучки, раб возвращает серебро хозяину. Евангелие от Матфея Сокровища зарывали в землю, если городу или стране грозила опасность. Иосиф Флавий, описывая последствия разграбления Иерусалима римскими войсками, особо упоминает о том, что из неимоверных богатств города еще многое было найдено в развалинах. Многое римляне сами откапывали, но в большинстве случаев указания самих пленников вели к открытию золота, серебра и других очень ценных предметов, владельцы которых ввиду безысквестности исхода войны, закопали их в землю. До сих пор при раскопках, ведущихся в местах, где когда-то находились крупные богатые города, помимо различных артефактов, сохранившихся внутри того культурного слоя, которому они естественным образом принадлежат, нередко находят драгоценности, зарытые значительно глубже. Это касается не только захоронений, но и кладов, некогда закопанных, а потом по той или иной причине не востребованных хозяевами. Итак, в первой из рассматриваемых притч человек находит сокровище, скрытое на поле. Для обозначения сокровища употреблено греческое слово. Родовой термин для различных видов драгоценных предметов и изделий. В классическом греческом языке термин нередко обозначает клад. Почему, найдя сокровище, найдя, человек должен был утаить его? Потому что цена поля, зарытый на нем сокровищем, возросла бы во столько раз, что ему было бы не под силу его купить. Его собственных средств хватало только на покупку поля. Для приобретения зарытого на нем клада требовались совсем другие деньги. К тому же сокрытие клада, по мнению специалистов по истории древнего Израиля, было преступлением против закона и могло повлечь с собой суровое наказание. Однако, как отмечает Бломберг, вопрос об этичности или неэтичности описанного в притче поступка не имеет никакого отношения к той вести, которая в нее вложена. Мы имеем дело с притчей, образом, сравнением, а отнюдь не с рассуждением на тему земельного кодекса. Что делал человек на чужом поле и как вообще на нем оказался? Некоторые ученые считают, что речь идет о работнике, который трудился на поле, принадлежавшем богатому землевладельцу. Другие справедливо отмечают, что упаденного рабочего вряд ли нашлись бы средства на приобретение того поля, на котором он трудился. Ни то, ни другое толкование никак не сказывается на понимании смысла притчи. Некоторые древние толкователи усматривали особый, скрытый смысл в том, что сокровище из притчи было зарыто в поле. Ореген, выдающийся мастер аллегорических толкований, считает, что нужно исследовать отдельно поле и отдельно скрытое на нем сокровище. Его понимание данной притчи основано на представлении о том, что поле символизирует буквальный смысл писания, а сокровище сокровенный, аллегорический. Мы подробно рассмотрели выше. Ключевым моментом притчи, однако, является не разница между сокровищем и полем, а то, что сокровище представлено как неожиданная находка. Человек натыкается на него там, где вовсе не предполагал его найти. Есть ли в этой неожиданности какой-то переносный смысл? Думается, что да. Царство небесное здесь представлено как то, что скрыто от взора людей, что зарыто на глубине и что обнаруживается не сразу и нелегко. Оно может стать внезапной находкой, которая не должна быть незамедлительно обнародована. Обретение Царства Небесного сопровождается радостью, но этой радостью не следует делиться с кем попало, чтобы не потерять то, что обретено столь негаданно и стоит так дорого. Такой же неожиданной находкой является жемчужина из следующей притчи. Для обозначения жемчужины в ней употреблено слово, встречающееся также в Нагорной проповеди, в словах. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Евангелие от Матфея Жемчуг в Ветхом Завете воспринимался как символ самого драгоценного, чем может владеть человек. Жемчуг добывался с большим трудом, а торговля жемчугом была распространенным и весьма прибыльным бизнесом. Изделия из жемчуга представляют собой особый вид драгоценностей. Поскольку жемчуг не является ни камнем, ни кристаллом, жемчуг образуется в морской глубине внутри раковин. В древности причиной образования жемчуга считали попадание молнии внутрь раковины. Однако реальная причина заключается в попадании туда инородного тела, например, песчинки или мелкого камня. Вокруг этого тела постепенно нарастают слои перламутра, образующие концентрические круги. По цене жемчужины могут отличаться одна от другой в соответствии и сотни, и даже тысячи раз. При оценке одной из основных критериев является размер жемчужины. Учитываются такие факторы, как форма, цвет, блеск. Самая дорогая в истории жемчужина была продана в 2011 году за 11,8 миллиона долларов. Эта жемчужина весом 55,95 карата, выловленная в середине 16 века, была вправлена в головные уборы испанских королев, начиная с Марии Тюдор. Жемчужину можно увидеть на портретах кисти Веласкеса. Последней ее владелицей перед продажей по рекордной для всех времен цене была актриса Элизабет Тейлор. Найти жемчужину подобного рода для профессионального торговца жемчугом, а именно таковым является герой притчи, была огромной удачей. Ради такой находки стоило продать все остальное. Значение обеих притч-близнецов можно свести к одному главному пункту. Иисус подчеркивает, что Царство Небесное драгоценнее любого земного стяжания. Оно является абсолютной ценностью, тогда как любые земные ценности относительны. Ради него человек может продать все, что имеет, или отказаться от всего, чем обладает. В наиболее радикальной форме этот призыв выражен в словах Иисуса, обращенных к ученикам. «Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» Евангелие от Матфея. То же самое в выражениях, близких к рассматриваемым притчам. Он предложил богатому юноше, спросившему, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки. Мы видим, что для Иисуса граница между притчей и реальностью была не столь велика. То, что одни слышали от Него в форме притчи, содержащей обобщенный символ и допускающей различные толкования, другим предлагалось как руководство к действию, на которое можно было ответить немедленно «да» или «нет». Ученики ответили «да». Богатый юноша – нет. Если же касаться побочных тем, то между двумя притчами есть определенные отличия. В первой Царство Небесное предстает как неожиданная находка, во второй – как результат поиска. Купец ищет хорошие жемчужины и находит, наконец, то, ради чего стоит продать все остальное. Человек, купивший поле, как кажется, ничего специально не искал. Он наткнулся на Царство Небесное неожиданно, обретя его как клад, зарытый на чужом поле. Это различие может указывать на то, что люди обретают Царство Небесное разными путями. Одни ищут его и находят, что буквально соответствует словам Иисуса из Нагорной проповеди. «И ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея. Других Царство Небесное как бы настигает само, когда они его не ищут, или когда ищут что-то другое. Упоминание о радости как главной причине, по которой человек продает все, что имел, и покупает поле, вместе с зарытым на нем сокровищем, может указывать на эмоциональную составляющую обретения человеком Царства Небесного. Обретение Царства не сводится к тому, что человек утвердился в каких-то убеждениях или взглядах. Царство не является просто мировоззрением или интеллектуальной установкой. На появление в своей жизни Царства Небесного человек реагирует всем естеством, включая сердце. Радость обретения Царства сродни тому всеохватывающему чувству, которое описано в словах. «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки. «Ни одна составляющая человеческой природы не должна быть исключена из чувства любви к Богу и его присутствия». Во второй притче действия купца могут быть поняты как основанные на расчете. Он продает все и покупает жемчужину не от радости, а потому что считает ее стоимость лихвой окупит понесенные затраты. Такая интерпретация, однако, противоречит общей тональности повествования в значительной степени заданной предшествующей притчей. Если эмоциональный элемент в истории купца не выявлен, это не значит, что он отсутствует. Продажа всего, что человек имеет ради одной жемчужины, в любом случае является исключительным и рискованным поступком. Он ведь не продает все жемчужины ради одной. Он продает все свое имущество, включая, следовательно, собственный дом. Подобно Иисусу, он становится бездомным, не оставляя для себя на этой земле ничего, кроме приобретенной жемчужины. Притча о сокровище и жемчужине подчеркивает то, что вытекает из многих других притчей по учению Иисуса. Царство Небесное, о котором он говорит, не является ни нравственным учением, ни определенным типом духовности или религиозности. Царство Небесное – это сам Иисус. Мы вновь возвращаемся к пункту, являющемуся с нашей точки зрения ключевым для понимания его притч. Нет и не может быть в жизни человека никакой иной ценности, которая превосходила бы Иисуса по важности и значимости. Это абсолютная и наивысшая ценность, поскольку Иисус есть сам Бог, такой, каким Он открылся человечеству. Субтитры создавал DimaTorzok